Сегодня в Чебоксарах обсудили проект бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Документ состоит из более чем полутора тысяч страниц. Депутаты Государственного Совета сначала рассмотрели его на заседаниях комитетов и фракций. Теперь пришло время обсудить все поправки и замечания публично. Проект бюджета разрабатывался с учетом новых макроэкономических условий. Он основывается на двух вариантах развития экономики в России и в мире. В частности, на финансирование многих проектов в республике может повлиять экономический спад. Украшение федеральной помощи происходит на фоне замедления роста доходов регионов, увеличения расходных обязательств, нарастающего дефицита региональных бюджетов. Мы с вами прекрасно понимаем, в этих условиях от всех требуются новые нестандартные решения, нацеленные на повышение экономического роста. Основным фактором экономического роста нового этапа, безусловно, должны стать инвестиции. Трехлетний бюджет сформирован на основе менее благоприятного сценария развития экономики Чувашской республики. Многие участники публичных слушаний сегодня отметили наличие рисков, которые могут снизить темпы роста валового регионального продукта. Они связаны с недостаточным уровнем инвестиций и низкой конкурентоспособностью местной продукции. В структуре валового регионального продукта наибольшую долю занимает обрабатывающие производства. Кроме этого, вклад в формирование ВРП вносит оптовое, ну, существенный вклад вносит оптовая розничная торговля, строительство, сирское хозяйство. По прогнозам Минэкономразвития в 2016 году валовый региональный продукт по сравнению с 2013 годом увеличится на 9%. Доходная часть бюджета 2014 года ожидается в размере 32 миллиардов рублей. Расходы – 35. По всем основным направлениям задачам, которые предусмотрены в указах президента, на сегодня обеспечено финансовое обеспечение реализации этих задач. 2014 год предлагается утвердить расходы в объеме 35 миллиардов 564 миллиона. То, по сравнению с первоначальными расходами 2013 года, 30 миллиардов 936,4 миллионов, расходы увеличиваются на 15% или на 4 миллиарда 627,6 миллионов рублей. Финансирование отдельных направлений экономики Чувашии вызвали вопросы представителей партии, входящих в состав парламента. Некоторые даже пригрозили голосовать против бюджета, если их мнения не будут учтены. В 2014 году предлагается Минфинам увеличить расходы на лесное хозяйство со 146,5 миллионов рублей до 196,2 миллионов рублей. То есть на 34%. Кстати, здорово, согласитесь, если бы каждое министерство так вот увеличивало. В ближайшее время Комитет Госсовета по бюджету, финансам и налогам обобщит все замечания, которые были высказаны сегодня, чтобы на ближайшей сессии депутаты смогли утвердить бюджет республики. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.